Буквально пару дней назад, когда мы с моим другом ездили по его делам, ехали вдоль живописного берега Ладожского озера, который, к сожалению, там не очень видно на записи, ему позвонила мошенница. Вот предлагаю разговор с мошенницей вам посмотреть, послушать, сделать выводы о том, насколько все-таки для неподготовленного человека убедительно звучат ее слова. Ну а в конце видео, после разговора с мошенницей, я вам расскажу об одном из возможных сценариев, по которому бы дальше мошенница начала нас вести, ну вести моего товарища. Смотрите. Нет, неизвестно. Гражданка Власова запросила снятие денег с вашего счета и оформление аккредитования. Сказала, что сами подъехать не сможете. Сотрудница банка, в свою очередь, задала гражданке Власовой ряд вопросов, на которые не услышала четкий ответ и вызвала сотрудников полиции. Власова была задержана по статье 159-е мошенничество и статья 327-я отделка документов. Во время допроса она рассказала, что получила данные у анонимного сотрудника банка в интернете. Было выявлено, что она и другие подставные лица работали с сотрудниками банка на протяжении 7 месяцев. Работники банка оформляли кризисы, Власова и другие подставные лица получали через отделение деньги. Ситуация вам все понятна из того, что я объяснила? Возможно. Вы понимаете, кто подозревается в передаче ваших банковских данных? Нет, конечно, нет. Исходя из допроса, уже держана, информация получала от анонимного сотрудника банка. Возможно, это группа личных. Кстати, самодоверенность, которая была оформлена, на лицевой счет. Если вы информацию у вас или кому не сообщали банку, то это может прямо указание на то, что компрометация могла произойти от сотрудников банка. У вас были комплексы с работниками банка? Нет, ни в коем случае. Вы что, у меня там такие суммы большие на счетах. Как я могу так рисковать? В каком населенном месте посещаете банку? В Санкт-Петербурге. Более нигде не обратился? Нет. Мы сейчас будем подавать официальный запрос на Центральный банк, для того, чтобы вам выделили специалиста для решения этой проблемы. Он будет ввести полную, как финансовую, так и юридическую ответственность по данному инциденту. Данного специалиста проверяет каждый рабочий квартал. Он обязан вам предоставить финансовую безопасность. Также специалист Центрального банка может запросить номер дела. Возьмите листок и ручку и запишите номер. Секундочку. Будете готовы, скажите? Говорите, диктуйте. Номер два. Дальше. Дальше. Драк 20, 23. Все записал. Записали, да? Отвозьте, пожалуйста, для сверки. Зачем? Алло. Алло, зачем? Мы с вами перепроверили, правильно ли вы записали. Не переживайте, все правильно. Не переживайте, я все правильно написал. Сейчас вы не записывали, да? Делали, не записывали. Сейчас вы... У меня разговор с вами записывается. А, звучит. Вы не поздите, да? Потому что не записывали. Угу. Наверное. Расскажите, пожалуйста, а давно вы получили гражданство? А это здесь при чем? А это здесь при чем? Для перепроверки, да. Давно. Сколько лет? Павел, кто рожден? Я не могу. Алло, а что вас так разнесло? Ну, когда задает вопрос человек, который явно вчера получил российское гражданство, может, его вообще нет, гражданину, который изначально родился гражданином России. Вот это вопрос. Спроси, чей Крым? А скажите, пожалуйста, почему вы относитесь к криминальным лицам? Я к криминальным лицам не отношусь. А вот насчет вас вопрос. Возможно. Вы никуда не привлекались? Никуда. Вы даете ложную информацию? Мы с вами нигде не пересекались, однозначно. Сбросил. Вот такие вот мошенники звонят. Мне, кстати, давно уже не звонили. Скажи им эти цифры. Да, цифры скажи. Все так. Ну, надеюсь, разговор с мошенницей вас понравил. Вам понравился. Она, в общем-то, поняла, что тут рыбку не поймаешь. И слилась. Один из вариантов развития событий, который мог бы быть дальше. Мошенница бы нас предупредила о том, что нам сейчас позвонят вот этот как раз там сотрудница, у которой там номер дела какой-то вообще, который там, ну, жесть просто, из Центробанка. Нам бы позвонила сотрудница Центробанка. Стала бы выяснять, скорее всего, сколько у нас счетов, какие суммы на счетах и тому подобное, тому подобное. Потом бы она нас предупредила, скорее всего, о том, что нам позвонят из Следственного комитета, либо даже там из ФСБ России. И потом бы нам позвонил сотрудник, значит, там ФСБ и тому подобное, и тому подобное. И закончилось бы тем, что моему другу предложили бы приехать в банк и в целях безопасности с его счета перевести деньги на безопасный счет. Ну, и, соответственно, денежки гудбай. Вот. Имейте это в виду. Насколько бы убедительно не звучала их речь, никто вам по таким вопросам из банков звонить не будет. И напрямую по телефону никто не будет вам раскрывать вот эту всю информацию. Поэтому предупредите своих родных и близких, что если им такие звонки поступают, пусть не стесняются и сбрасывают эти звонки. Ну, и, по сути, можно позвонить в свой банк, где у вас есть счет, и выяснить информацию, действительно ли что-то такое происходило с вашими счетами или не происходило. Так, просто убедиться для гарантии. Вот такая вот информация. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а свой юридический вопрос можете задать в моей группе ВК. А мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока. Продолжение следует...